Обеспечивать безопасность во время крещенских купаний в регионе будут почти 700 человек. Это спасатели, медики, сотрудники полиции и добровольцы. О подготовке к празднику говорили сегодня на пресс-конференции в Главном управлении МЧС России по Белгородской области. Здесь же подвели итоги новогодних каникул. Елена Коржова продолжит тему. Чрезвычайных ситуаций во время новогодних праздников удалось избежать. Таков главный итог совместной работы силовиков. В обеспечении безопасности с 31 декабря по 9 января было задействовано более 2500 человек и больше 500 единиц техники. Еще один положительный момент – сокращение числа пожаров и погибших на них людей. В регионе 22 возгорания унесли жизни 4 человек. За такой же период прошлого года жертв было 8. Спасатели подчеркивают, причины пожаров не меняются из года в год. Это нарушение правил устройства и использования электроприборов и неосторожное обращение с огнем. К трагедии также может привести беспечное отношение к газовому оборудованию. Самовольное подключение, плит и котлов. Всегда надо помнить, что пожар может случиться не только где-то у соседей, а и в личном хозяйстве. Поэтому это никогда не надо из вида выпускать и соблюдать. Просто элементарно соблюдать правильные пожарные безопасности. Знать, что в случае возникновения пожара надо сообщить пожарную охрану, обесточить данное электрооборудование и своими силами принять возможности к тушению. Если таких возможностей уже нет, то немедленно покинуть помещение. В трагических происшествиях на водоемах в минувшие праздники также не допущено. Ледостав в этом сезоне спасатели называют успешным. Погода позволила воде промерзнуть на 25-30 сантиметров. Однако, если брать статистику по зиме в целом, то счет с жертвам уже открыт. Напомним, в середине декабря в Валуйском районе в реке Оскол утонул 8-летний мальчик. Эта трагедия – наглядный пример беспечности. Говорить однозначно, что везде лед безопасен, и он набрал эту толщину, нельзя. Реки в нашей области не относятся к числу малых рек, где водная обстановка может круто меняться. Есть и места с большим течением, там, где промойны могут быть. Есть места, где, как я говорил, теплую воду могут подать. Поэтому безопасность нужно соблюдать в любом случае на всех водоемах, но, в частности, именно на реках осторожность нужно иметь двойную. Быть осторожными сотрудники МЧС советуют и в самые ближайшие дни. Традиционные крещенские купания снова соберут тысячи людей. Для обряда омовения в области подготовлено 74 места. В Белгороде два, оба на центральном пляже. Обеспечивать безопасность в областном центре будут 49 человек, а в целом по региону почти 700. Это спасатели, медики, сотрудники полиции и добровольцы. Чтобы избежать неприятностей, самим участникам купаний настоятельно рекомендуют соблюдать общественный порядок, держать детей в поле зрения и не выходить на лёд большими группами. Но главное и самое важное – полностью исключить спиртные напитки. Употребление алкоголя только делает организм склонным к быстрому перехлаждению. Человек начинает не замечать своего перехлаждения. Ну и самое главное – человек должен постепенно привыкнуть к холоду. То есть сначала снять верхнюю одежду, потом чуть позже разуться, не более одной минуты находиться в воде, после чего растереться махровым полотенцем и благополучно в тепло куда-то, то ли в автомобиль, то ли в помещение. Места для обогрева будут оборудованы рядом с большинством из купелей. Здесь же можно будет согреться горячим чаем. К формированию прорубей в Белгороде спасатели приступят уже завтра. Как только иордане будут готовы, их дно обследуют водолазы. Им и предстоит дать основное заключение о безопасности. На праздничное дежурство спасатели региона выйдут 18 января около 7 вечера, а закончить его планируют в 3 часа дня 19 января. Елена Коржова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.